Девушки отдыхают Думаю, нынешний дизайн персонажей Код Вейн получился хорошо сбалансированным В самом начале разработки мы думали, что нам нужно добиться определенной проработки окружения Или сделать фотореалистичный мир Такая графика привлекательна и популярна на Западе Поэтому мы сделали фотореалистичных персонажей, добавили их в игру и посмотрели, как они будут выглядеть Однако вскоре поняли, что такой подход не работает И чтобы показать нашу студию с лучшей стороны Дать игрокам возможность взаимодействовать с хорошо проработанными персонажами Нам требовалось сделать внешность персонажей такой, которая бы смотрелась лучше, чем в реальности Намного красивее и круче всего того, что вы можете найти в нашем мире И чтобы такой подход к дизайну стал возможен, мы специально создавали персонажей не фотореалистичные В их внешности есть элементы аниме и иллюстраций В первую очередь Кабояши невероятно талантливый дизайнер персонажей Она начала сотрудничать с нами с тех пор, как мы назначили ее на эту позицию во время разработки God Eater Конечно же, я давал ей инструкции по части игрового мира Мы обсуждали сюжет в тех моментах, которые могли бы повлиять на внешность героев Однако, когда дело доходило до дизайна самих персонажей, то мы обычно давали Кабояши полную свободу И разрешали ей создавать такие дизайны, которые до этого не были возможны В начале разработки мне сказали придумать дизайн совершенно нового мира Поэтому я провела много времени за просмотром фильмов Мир Code Vine всегда задумывался как постапокалипсис Так что я решила посмотреть огромное количество фильмов-катастроф, чтобы понять, как он мог бы выглядеть Помимо этих картин, я смотрела немало фильмов с вампирами И считая, что это поможет мне создать ревенантов Когда я впервые увидел концепт арта игры, то сразу понял, что ревенанты — группировка достаточно хаотичная Живущая в суровой реальности развалившегося мира Герои Code Vine создавались с большим количеством примечательных деталей Внешность персонажей, дизайн обволакивающего их оружия, Blood Veils Равно как и другая экипировка, маски и прочие элементы дизайна объединялись в единое целое Позволяя населить мир очаровательными героями Если честно, то Кабояши заранее придумала нескольких персонажей Сначала меня попросили нарисовать иллюстрации Луиса, напарника игрока Затем сказали, что этот персонаж сражается при помощи крови Один из самых очаровательно милых персонажей в игре — девушка по имени Мия Однако шутка в том, что изначально она разрабатывалась не для Code Vein Кабояши в то время занималась начальным дизайном персонажей для другой нашей игры И одним из них как раз была Мия Она, как нам показалось, отлично бы вписалась в Code Vein Мы перерабатывали множество вариантов, пытаясь придумать основную идею для наших героев В итоге остановились на бандитском стиле Мы хотели, чтобы группа выглядела как банда крутых героев, которые бы помогали друг другу Сохранив при этом болезненное очарование вампирской внешности Конечно же, у нас есть парочка персонажей, при взгляде на которых игроки могут подумать Они что, действительно сражаются в этом? Однако эти вампиры знают, что их воскресили, что они — бессмертные существа Раз так, то они не слишком заморачиваются по поводу практичности своей одежды во время сражений Дерутся в том, что им нравится носить Мы хотели убедиться, что дизайн одежды не позволял бы Blood Veils и трансформациям выглядеть слишком неестественно во время использования Правда, изменяющая свою форму одежда уникальная деталь, которой нет в реальности Поэтому, когда мы подошли к дизайну внешнего вида, придумать ее было непросто Мы получали указания от Йосимуры на тему того, как Blood Veils, включая их трансформации, должны были показать, что вампирские способности достались персонажам при помощи технологий Искусственным способом Когда я впервые начал задумываться о том, как должны работать Blood Veils То представлял множество черных ремней, которые персонажи должны были разорвать во время трансформации И использовать кровь, чтобы изменить форму ремней на что-либо другое Например, сделать из них волка, или отрастить персонажу хвост, или добавить еще какую-нибудь уникальную деталь в дизайне Такие размышления помогли мне расписать дизайн на бумаге Думаю, одной из деталей, помогающей придать индивидуальности персонажам, стали маски, которые носят герои Однако это не обычные противогазы Противогазы обычно идут с газовыми баллонами, верно? Мы подумали, что их можно использовать для хранения крови, которую собирает вампир Более того, мы хотели добавить в дизайн элементы, похожие на вампирские клыки Ведь маска как раз скрывает основной вампирский атрибут И если спрятать клыки совсем, то из дизайна пропадет важный элемент Поэтому мы сделали так, чтобы у масок, вне зависимости от того, собирают ли персонажи кровь или нет Были детали, которые напоминали бы вам о вампирских клыках Простые изображения на масках были не так интересны Поэтому мы решили, что было бы круто, если бы клыки выглядели и работали как трубки для перекачки крови Разработка игры всегда начинается с дизайна Поэтому мы приложили все усилия, чтобы внешность персонажей смогла привлечь внимание игроков Мы вложили много средств и сил в дизайн и эмоции персонажей И я очень рад, что усилия и деньги не были потрачены впустую Я действительно думаю, что нам удалось создать персонажей с уникальной внешностью Такой, которую могли бы придумать только мы БАНДАЙ НАМКО